После окончания годового общего собрания акционеров ПАО ММК, члены Совета директоров совершили экскурсию по Магнитогорску. Главной целью выездного совещания стало знакомство с городскими парками и социальными объектами, средства на реконструкцию которых выделило градообразующее предприятие. Первой остановкой стала аллея звезд у Дворца культуры металлургов имени Сергея Орджоникидзе. Здесь выполнен первый этап реконструкции сквера у памятника легендарному наркому тяжелой промышленности. Заменена плитка, обновлены памятные знаки. А вот работы в сквере имени 50-летия ММК уже завершены. В том числе высажены деревья, полученные в рамках проекта «Аллея славы». 300 молодых клёнов, 200 туй и 100 можжевеловых деревьев. Привезли 600 деревьев. Да, вот они посажены. И вот мы здесь привезли туи, привезли 600 деревьев, вот мы высадили, причем все в этом сквере практически. Следующим пунктом стал сквер имени Чапаева с обновленным в прошлом году памятником первостроителям города. Небольшой переход и члены совета директоров уже в сквере металлургов. Взор у гостей предстал уютный парк с подстриженными газонами и множеством скульптурных композиций. Самое приятное впечатление произвела фигура металлурга Демидовских времен, встречающая магнитогорцев на входе в сквер. Заглянула экскурсия и в студенческий сквер УМГТУ. В прошлом году здесь состоялось торжественное открытие особо важного для города металлургов объекта – скульптурной композиции «Броневое бюро» под руководством Григория Ивановича Носова. Памятник состоит из трех знаковых для магнитки фигур. Рядом с военным директором запечатлены главный механик комбината военных лет Николай Рыженко и ученый магнитогорского тогда еще горно-металлургического института Михаил Бояршинов. Возложение цветов к монументу и снова в путь – грандиозной стройке – парку у Вечного огня. Планов на него у городской администрации основного инвестора металлургического комбината «Громадье». Парк у Вечного огня уже стал одним из самых посещаемых горожанами мест. Вернуть сюда уют помогло благоустройство. Вместительные парковки, прогулочные и велодорожки, освещение и, конечно же, новые деревья и кустарники. Работы в парке будут продолжены и в этом году. Сегодня это, во-первых, у нас приоритетный проект. Все жители проголосовали его модернизировать. То есть мы его примерно в этом же направлении будем менять, но он будет иметь больше спортивную наклонность. Отдельно участники объезда обсудили проект под названием «Притяжение». Реализовать его планирует тандем ММК и города с привлечением частных инвесторов на территории почти в 400 гектаров, расположенной на месте бывшего теплично-садового совхоза. Поэтапно здесь должны появиться многофункциональный спортивный центр с крытым бассейном, выставочный комплекс, развлекательный комплекс, в котором научат различным ремеслам город-мастеров, парк аттракционов и отдыха, медицинский кластер. Все объекты будут работать круглогодично. Станислав Юдин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.